всем привет сегодня хочу рассказать как я ухаживаю за адениумы стало поступать много вопросов как я их поливаю чем удобряю и сколько раз удобряю обо всем этом я сегодня вам расскажу меня конечно продолжает радовать мои адениумы вот посмотрите прям шапкой цветут сегодня правда один уже отпал цветочек сколько вот раз два три 4 5 6 было бы на одной ветке очень красивый он хоть не махровый он очень красивый это сеянец ему еще нет и двух лет вот этому сеянцу посмотрите какое цветение шапа очень красиво извиняюсь ошиблась ему уже два года просто время так быстро летит что просто не успеваешь запомнить я ему делала обрезку и вот посмотрите какой вот ему вот два года цветет очень обильно скажу вот на это веточки тоже бутоны будут вот видите какой он у меня пушистый вот он когда цветет я его тоже обрежу то есть он такой у меня пузатенький толстожопенький можно так сказать если помните вот этого красавца я пересаживала он у меня скинул бутоны правда еще до пересадки я ему поменяла почву посадила в более побольше горшочек и вот у него видите три цветочка расцвело ну третий правда еще не распустился но вот прям на днях распустится вот он такой прям цвет у него очень красивый посмотрите второй цветок он прям с таким с черным прям отливом тут как фиолетовый более это такой прям глубокий цвет вот они даже смотрите вот если тут немножко повернуть они ведь и отличаются этот вообще тем вообще просто шикарный цветок свет очень люблю очень удачная прививка конечно пришла от из вьетнама он у меня и зимой цветет он постоянно цветет этот у меня тоже знаете прям шикарный он будет белый из гофрированной розовой каемочкой вот очень красиво он прям буквально должен распустить птица у дня через два я вам обязательно покажу посмотрите какой у него красивый каутикс покажу еще одного красавца он у меня весь бутон он у меня цветет желтыми цветами очень крупными просто нереально крупные цветы мне порой кажется что он кажется сам маленький а цветы очень крупные тоже обязательно сниму ну кроме цветов он умеет еще интересную форму каутикс и еще я ему здесь пенопласт положила и чтобы немножко раздвинуть потом будет я его когда подниму будет похоже на какой-то знать животное нам скорее всего даже и вот посмотрите он весь в бутонах но он нереально очень красивый цветы у него сорт не помню какой потому что я когда их выписывала я не тут уже что у меня будет канал и как-то я просто раз для себя не записала сорта так что извините не могу сказать по сорту конечно можно по команду покопаться в интернете и найти как называется сорт а это моя телезвезда чего он только не перенес и обрезку и прививок на нем сколько было и обрезала ему корни подняла попу и вот здесь малышку еще на него привела и кстати у этой малышки появился вот здесь вот прям видно я вижу что листочки будут расти но я просто боюсь снимать пленку а вот эти вот почки прорвали вот эту пленку но он сидит очень хорошо он не шевелится практически просто я боюсь снять пленку как вот сросшиеся рано сняла и они мне плохо срослись так что пусть пленки растет пока не буду снимать вот одна почка она прорвала просто целлофан и вот еще одна я очень рада вообще интересно конечно что получится результат конечно я обязательно сниму покажу вам а теперь вернемся к главной теме нашего разговора по про почву почву я делаю очень рыхлую адениума это в принципе пустынные цветы роза пустынь еще называют его он естественно любит рыхлую почву смесь я готовлю я беру пропорцию кокосовый субстрат потом у меня идет берлит вермикулит желательно песок крупный потом я купила лючозы добавляю туда обязательно и немного почва грунт для кактусов и и ну такие пропорции я в общем-то делаю знаете наверно одинаковые все того 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 другого главное чтобы рыхлая полив у меня по мере пересыхания верхнего слоя почвы даже допускаю чтобы был вообще просушка полностью если просушка полностью я их даже могу сказать что летний период я их устраиваю им душ ну естественно что вода не попадает на цветоносцы на цветочки а так они любят очень купаться даме и хорошо очень проливая главное теплой водой делаю такую процедуру именно такой знаете жаркий солнечный день чтобы они у меня за день просохли их не горшочки на солнце меня часто спрашивают как и чем я удобряю от и не во первых почву перри пересадки я добавляю осмокот это удобрение длительного действия мне она нравится как-то вот я заметила что растениям это тоже нравится то удобрение а деню мы очень любят покушать я их еще докармливаю раз в две недели я им добавляю фертику тоже она им очень нравится я буквально на кончике чайной ложечки добавляю вот такая вот у меня леечка ну здесь примерно полтора литра наверно в общем меньше половины чайной ложки вот эта фертика меньше половины обязательно теплая вода я все цветы поливаю теплой водой они не любят холодную все цветы причем мне нравится очень фертика вот именно который разводится здесь вот содержится азот 16 фосфор 26 и калий 27 вообще прям прекрасно также железо бор медь марганец молибден цинк только не подумайте это не реклама я еще до этого не доросла самое главное и успех выращивание адениума это конечно солнце им нужна солнечная сторона чтобы на них прям прям солнечные лучи попадали наверное целый день они просто от этого больше цветут больше наращивать себе попу они становятся красивыми лощенными это все на них влияет солнце мне конечно повезло с лоджи с расположением целый день у меня солнце это мой детский садик вот как они у меня подросли этот мы наверное вот они все красивые как вы помните я производила им обрезку посмотрите какие они пушистые какие они толстожопенькие они совсем еще малышки а выглядит этот мой вообще любимчик я его очень люблю посмотрите какой прекрасный у него просто такая шикарная жопка там смотрите вот видите они у меня все 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 пушистые это на них повлияло так обрезка если в обрезке не было они бы сейчас таки вытянутые были и они бы вот так вот не нарастили бы вот так вот себе эти каудекс я им тоже даю тут подсохнуть немного у нас сейчас жара стоит прям не знаю на сегодня 31 градус тепла целый день солнце и вот они у меня целый день на солнце пекутся просто я их утром немножко вот полила чуть-чуть и целый день но я что они у меня в прекрасном состоянии я их очень всех люблю конечно и эти алиэкспресс на у меня тоже вроде как догоняет уже этот вот кстати с алиэкспресс тоже экземплярчик такой смотрите какой хороший кстати очень красивый сорт я думаю по сорту цветет прям продавец положил хорошие семена теперь от детского садика пойдем в ясли там же у меня тоже всход и показать их как раз нужно мне еще полить я сегодня с работы пришла вот они у меня стоят здесь на батарее ну слава богу сегодня первый день батареи отключили а то у нас стоит 27 30 градусов батареи еще жарят не рассчитывали что у нас так жарко будет муж не на юге живу ну вот смотрите это мои всходы было видео попозже я сниму более подробный результат по ним сколько у меня взошло чего это я все расскажу я всегда рада общению так что спрашивайте меня давайте мне советы я обязательно тоже буду делиться своим опытом с вами заходите на мой канал у меня вся информация сгруппирована по темам поздравляю всех с праздником с днем победы желаю всем удачи и хорошего настроения всем пока пока подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки